Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я решил записать очередной ролик из серии «В смысле» и посвятить этот ролик понятию героизм. Откуда происходит слово «герой»? Если мы возьмем этимологические словари, заглянем в них, то мы увидим разные версии. Кто-то ведет, так сказать, историю от греческих корней, кто-то от французских, кто-то от немецких. И там, и там есть, видимо, какие-то доли смысла. Не знаю, какая из версий самая настоящая. Мне откликается происхождение от немецкого слова «der Herr», что значит «господин». И если мы задумаемся над тем, кем же должен быть, чьим же господином должен быть герой, то мы, наверное, догадаемся, придем к известному выводу, что прежде всего нужно быть господином самому себе, своим чувством, своему уму, как об этом говорится в древних разных писаниях. И есть известная пословица, которая бродит по интернету, что «победи себя, и ты одержишь победу в тысячах битв». Ну и такие прочие заявления есть. Очень адекватные, на мой взгляд. Да, и поэтому, если исходить из этой логики, то человек, который просто попал на киноэкран в образе какого-либо героя, в кавычках, он еще настоящим-то героем не является, по сути, потому что, чтобы быть настоящим героем, нужно победить себя, свои хотелки, свои какие-то амбиции, и стать господином самому себе. Вот это не дешевка. И в этом смысле я вспоминаю интервью, которое смотрел когда-то с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым, автором множества фильмов интересных. В этом интервью он сказал, что тематика героическая, несмотря на то, что ее на экранах вроде бы полно, в действительности является большим дефицитом. Почему? Потому что существует дефицит настоящих героев. Настоящих, значит, реальных. И легко оно создавать каких-то игрушечных героев, всяких человеков, пауков, шреков и прочих-прочих. А есть ли за ними реальная основа? Есть ли опора на действительность? И в этом смысле мне очень хочется поблагодарить советских режиссеров. Я воспитывался на советском кинематографе. Но не только советских, но тех режиссеров, которые показывали героев, имевших опору в реальности. То есть, когда актеры играли настоящих персонажей. Тех, которые были в действительности, которые в действительности преодолевали себя, которые в действительности совершали подвиг, которые действительно могли терпеть лишения, какие-то трудности проходить и так дальше. И когда человек настоящий, то он может дать опору другим, тоже настоящую. И это значит, в моих размышлениях, если продолжать думать в этом направлении, то я думаю, что посмотрев, например, фильм про какого-нибудь Человека-паука, захочу я умереть за Человека-паука, совершить за него какой-нибудь подвиг, пожертвовать собой. Да нет, не захочу. Я думаю, ни один из зрителей не пойдет помирать за Человека-паука. Потому что нет его в реальности. Это выдумка, это иллюзия. А если есть настоящий герой какой-то, действительно могучий человек, могучий духом, я имею в виду, тут это уже заставит задуматься. Возможно, я захочу жить для такого человека. Возможно, я захочу помочь его делу. Возможно даже, что я захочу пожертвовать за него чем-то. В каких-то случаях люди жертвуют за великих людей жизнью. Это очень интересно. Это феномен. Потому что, по сути дела, жизнь имеет смысл только тогда, когда есть предельная цель. Когда есть некий смысл за пределами смерти. Потому что жизнь и смерть связаны. Это две стороны одной медали. Если я не готов за что-то умереть, то я не готов за это и жить. Смерть делает нашу жизнь осмысленной и целеустремленной. Поэтому настоящие герои это те, которые дают предельные цели и которые дают пример следования предельным целям. Я вспоминаю, недавно услышал такую вещь. Один политолог и историк, по-моему, рассказывал, как немецкий философ Мартин Хайпдегер после Второй мировой войны собрал какую-то философскую конференцию в Германии и задал вопрос, а почему мы проиграли русским, имеется в виду советскому человеку, русским в обобщающем смысле, русским грузинам, русским русским, русским украинцам, русским белорусам и так дальше. Почему мы проиграли в этой войне? И там были разные мнения. И он же дал такую версию, что мы не поняли, с кем мы собирались воевать, с кем мы начинали войну. Мы думали, что это варвары, что это люди, которые отреклись от Бога, что это проклятые коммунисты, недочеловеки. То есть такие у нас были представления, и мы не поняли, что это за люди. А ведь эти люди истинные герои, потому что многие из них совершили героические акты самопожертвования ради своего народа, ради своих близких. А совершать самопожертвование может только человек, у которого есть теистическая основа, божественная основа внутри. Человек-варвар, у которого нет духовной основы внутри, не способен на истинное самопожертвование, тем более на длительное самопожертвование. И эта мысль очень интересная, что люди могут внешне казаться такими-то и сякими-то, но в действительности поступки проверяют их сущность. И по поступкам, а не по словам. О нас, конечно, будут судить. Не только о нас, и мы судим о других по поступкам, а не по словам. И поступки иногда вскрывают героизм. Тихий героизм иногда. Я желаю всем нам и себе в том числе, чтобы мы соприкасались с истинными героями, которые не всегда заметны, не всегда они засвечены, так сказать, средствами массовой информации, особенно сейчас. Я желаю, чтобы мы обрели способность видеть настоящих героев, быть настоящими героями и различать их среди многообразной действительности, потому что тогда у нас будут настоящие цели и настоящие смыслы. Желаю всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok